МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совсем непростым был как раз-таки для автопроизводителей. Сбились какие-то уже привычные ритмы. И, насколько я слышал, пришлось даже в некоторых моментах приостановить производство, потому что не было понятно, будет ли какой-то спрос. Но к середине года, наоборот, не хватало машин. То есть спрос действительно был, люди хотели купить машину. Так ли это? Я думаю, ритмы, конечно, сбились не только у нас, и не у наших производителей, а в принципе. Если говорить о дефиците, то действительно он сложился. И сложился по совокупности причин. В том числе, безусловно, это приостановка производства заводами, находящимися за границей, где локдаун был достаточно жестче, чем у нас. И, в принципе, я думаю, что это связано с тем, что сама логистика доставки автомобилей до нас усложнилась. Определенные внесли коррективы, в том числе достаточно скептические ожидания официальных дилеров и импортеров о том, как быстро будет восстанавливаться спрос. Но спрос начал восстанавливаться большими темпами, чем мы ожидали. Поэтому, конечно, сложилось так, что у большинства производителей, импортеров и дилеров, как следствие, к концу года, даже не к концу, а к середине года сложился такой очень ощутимый дефицит, который движется нами до сих пор. Он будет ли выравниваться в ближайшее время, или пока это сложно? К сожалению, прогнозировать сейчас вообще очень сложно. Но мы надеемся, что данный дефицит все-таки пойдет на определенный спад к концу третьего квартала. Может быть, все-таки до конца года продлится. Но это все-таки перспектива этого года. И в 2022, я думаю, что мы вступим уже с нормальным спросом и равновесием. Ну вот, несмотря на такой непростой год, это очевидно, все мы смотрим телевизор, и мы видим, что периодически вводятся за этот год новые модели, новые модификации, то есть рынок продолжает развиваться. Я слышал, что кроссоверы сейчас как-то большей популярностью используются. Так это? Безусловно так. То есть новые модели, выход новых моделей, это же такой не очень небыстрый процесс. То есть это было запланировано. Они могут немножко приостановиться, но крайне редко производители, в принципе, приостановят выпуск новых моделей. Они могут их притормозить. Плюс, если говорить о соотношении кроссоверов и седанов, то эта тенденция уже последних, ну, как минимум, пяти лет. И она набирает обороты. И на сегодняшний день, я думаю, у большинства импортных производителей, в том числе, которые собираются на территории Российской Федерации, соотношения, ну, я думаю, что, ну, минимум 65 на 35. А может быть, у кого-то и 70 на 30. С чем связано, что кроссоверы так откусывают рынок? Да, с чем связано? Я только что доехал до вас, чуть колесо не оторвал, поэтому с чем тут связывать? Поэтому, в принципе, то, что мы находимся в не самых благоприятных и климатических условиях, на это влияет. Удобство посадки, высокая, ну, хорошая обзорность, поэтому много моментов. Полный привод, как правило, сопровождает именно кроссоверы. То есть эта тенденция, я думаю, что с нами очень надолго, и особенно в тех регионах, о которых мы говорим. Про седаны. Ну, то есть они ведь, получается, ну, такой еще пока чуть-чуть есть баланс, то есть пока они не отходят. Они не отойдут. Все равно будут любители... Действовать аудиторию. Конечно, то есть они точно не уйдут. То есть есть люди, клиенты, которые будут ездить только на каких-то таких автомобилях, и поэтому их нельзя списывать со счетов. Про тенденции мы как раз заговорили. Многие сейчас как раз-таки автопроизводители, автоконцерны, начинают интересоваться и развивать сферу гибридных моторов, электромоторов. Вот если про гибриды начинать, вот с этим как сейчас? Укрепились позиции? Гибрид достаточно сложная тема сама по себе. То есть, если честно, я не совсем думаю, что вот это направление будет развиваться активно. Я думаю, что все-таки направление электромобилей будет развиваться очень быстрыми темпами. Вот в это я верю больше. Ну, по своему опыту, если те же лет пять назад у нас в городе, ну, может, какие-то единицы, ты очень удивлялся им, то сейчас в городе ты видишь его, ну, за просто дорогу на работу, ну, там, те же полчаса, ну, машин пять полностью электрических, я думаю, мы можем встретить. Нет, мы можем долго говорить, но я сюда приехал на электромобиль. На электромобиль? Да, я использую электромобиль, поэтому... Как пользователь, есть ли проблемы? Потому что многие действительно до сих пор говорят, а что, а как заряжать, ну, заправки-то, вот именно электро, вот эти разведки, они же есть по городу, в разных районах. Они есть, безусловно, и я уверен, что инфраструктура сейчас будет подтягиваться. То есть такого, что сначала мы создаем инфраструктуру, а потом появятся автомобили, думаю, что это не совсем правильно. Город не будет успевать, то есть сначала должен появиться спрос, желание, потребность. То, что постепенно этот рынок насыщается, становится интересен клиентам, это не обсуждается. То есть это будущее, я думаю, что вполне обозримое будущее. Ну, а все-таки, вот, раз вы действительно пользуетесь электротранспортом, насколько хватает хода, насколько... Потому что люди часто как раз-таки говорят о том, что, ну, вот, далеко не уедешь. Но мне кажется, сейчас-то рынок-то скакнул вперед. Рынок аккумуляторов, в принципе, развивается очень быстро. Если говорить о запасе хода, это все зависит от конкретной модели, марки, которую вы используете. То есть я использую премиальный автомобиль, который обладает очень высокими технологиями, поэтому запаса хода хватает, там, от 300 километров до 400, поэтому я не испытываю дискомфорт. Ну, и динамика изда, она сохранится, я так понимаю, раз вы говорите про премиальный автомобиль. Ну, такой динамики вы точно никогда не испытывали. То есть, потому что, если говорить, я поездил на очень многих автомобилях, поэтому то удовольствие от вождения электромобиля несравнимое с чем. Люди, которые приходят за электромобилями, они чем все это объясняют? Ну, наверняка, у них же какая-то есть концепция, то есть какой-то портрет из аудитории вот этой. Очень трудно сказать. Мы, конечно, пробовали анализировать ту целевую аудиторию. Трудно сказать. Безусловно, это люди, которые интересуются технологиями однозначно, потому что на сегодняшний день электромобили, я считаю, что это топовые технологии, которые есть в автомобилестроении. Это люди, которым пока, наверное, не столько интересен, если мы говорим про премиум-сегмент, то есть интересна экономия, им просто интересно попробовать что-то новое, то есть получить немного другие ощущения, это да. Потому что на сегодняшний день, вы правильно говорите, потому что я вчера ехал, то есть я еду на электромобиле, то есть рядом был электромобиль, и впереди был красный электромобиль, то есть я ехал в потоке, и было три электромобиля. Я думаю, что даже два года назад никто не мог сказать, что так будет. То есть теперь это уже реалии. Ну, мне кажется, электромобиль, это, знаете, почему еще интересно? Потому что он теперь другой. Ну вот опять же мы говорим про какие-то несколько лет назад, если вспоминать, то те электромобили, они всегда были, ну, немного странной формы, то есть они отличались от обычного транспорта, они были, как правило, очень компактны, но сейчас это совсем уже другой рынок. То есть это действительно есть уже премиум-сегмент, то есть ты получаешь... Кардинально другой рынок, и самое главное, что на этот рынок обратили внимание крупнейшие производители. То есть если раньше это было что-то индивидуальное, и, ну, здесь же мы не будем называть там конкретные марки, но тем не менее это было нечто такое очень экстравагантное, импозантное, и где-то очень далекое от промышленного серийного производства, то сейчас, ну, благодаря, безусловно, там, одному гению, то есть сейчас мы имеем то, что крупнейшие производители уверенно говорят, что электро – это будущее. Поэтому если эти люди говорят, а они говорят только про деньги, понимаете, то есть они не говорят на благо, они говорят про бизнес. То есть если бизнес говорит о том, что это будущее, значит, это будущее. Ну, только что вы сказали как раз-таки про название, все-таки про марки, и давайте немного раскроем карты. Я знаю, что аудио-центр Красноярск признан лучшим дилером сибирского и дальневосточного округов за 20-й год. Что это вообще дает, что это означает, как этого добились? Ну, это говорит о том, что то качество, то есть те стандарты качества работы с клиентами, которые есть у нашего центра, у наших сотрудников, они соответствуют самым высоким стандартам завода-производителя. Это немецкий бренд, это немецкий премиальный бренд, поэтому там они, поверьте мне, очень высокие. И мы в очередной раз доказали, что мы способны обслуживать клиентов на этом уровне. Я надеюсь, что мы это будем делать и подтверждать еще не один год. Это вечерний канал «Трима». Отлайкайте нас в соцсетях.